Все-таки классно, что некоторые предприниматели понимают, что такое сервис в обслуживании. Вот сейчас мы ходили в палатку, которая находится рядом с магнитом на Невского. И, знаете, мы взяли там очень много разных продуктов, как вот лук я взяла, черешню взяла, виноград для себя и для своей семьи, различные персики, абрикосы и так далее. Решила побаловать себя и свою семью фруктами. И вы знаете, я купила довольно-таки на приличную сумму, где-то 500 рублей. И когда мне сказали, сколько мне нужно заплатить, там нужно было доплатить, предположим, 500 рублей и рубль 50. А у меня рубля 50 не оказалось. И они сказали, что ничего страшного, а заплатить только крупную сумму. Я предложила, лучше бы вы давали бонусы кочанами капусты. И на что владелец палатки сказал, конечно, вы сделали очень хорошую покупку, поэтому я вам дарю кочан капусты. Поэтому сейчас вот я очень довольна, что я еще дополнительно, хоть стоит, может быть, и не так вот дорого, я могла бы его сама купить. Но очень приятно, когда продавцы, когда владельцы торговых точек именно заботятся о сервисе для своих клиентов. И, конечно, я буду ходить только в эту палатку, потому что если я буду все время, может быть, у них покупать фрукты и овощи на большую сумму, то, ну, может быть, не кочан капуста, а может быть, килограмм лука еще дадут в придачу. Поэтому классно. Я очень довольна и желаю всем предпринимателям точно так же подходить к своим клиентам с заботой и вниманием. С вами был проект «Кухня моей мечты» и сегодня мы балуем себя фруктами.